2016 год лишил нас большого числа моделей самых разных мировых брендов. Какие-то автомобили или отдельные версии стало невыгодно продавать в России из-за ограниченного спроса. Просто нет смысла вкладывать огромные суммы в сертификацию ради продажи десятка экземпляров. Для некоторых моделей было решено не тратить силы на обязательную установку системы Aero Glonass, а затем опять же проводить их сертификацию. Ну а какие-то автомобили российский рынок не видит по умолчанию, их продают в других частях света. Сегодня мы составим топовую пятерку седанов не для России. Если не можете жить без такого автомобиля, попробуйте ввести его самостоятельно. В случае с Tesla, как мы убедились, и невозможное возможно. Lincoln Continental. Цена на рынке США от 44 тысяч долларов. Удивительно, мы все знаем это легендарное имя, но ни модель Continental, ни сама марка Lincoln в России не представлены. Хотя прямой конкурент Cadillac пользуется у нас пускай и ограниченным, но стабильным спросом. Continental флагман линейки, и этим все сказано. Всевозможные подсветки как снаружи, так и в интерьере, отделка салона натуральным шпоном, сидение с тремя десятками регулировок и массажем, масса электронных систем, опциональный полный привод. В общем, автомобиль сделан для богатых покупателей США и Китая. Citroën C6. Цена от 190 до 280 юаней. Предыдущий красавец C6 продавали в том числе и в России. Нынешний пока, во всяком случае, построен лишь для необъятного китайского рынка. Он не такой экстравагантный, но огромный и удобный. Присмотритесь, например, к длине его задних дверей. Моторы турбированные 1.6 и 1.8, сидение с массажем, салон с кожей на по... В общем, ничем не хуже Линкольна. Chevrolet Cruze. Цена на рынке США от 18 тысяч долларов. Итак, первый автомобиль в нашем обзоре никогда не предназначался для России. Второй не собирался к нам по причине заточенности под рынок Китая. А две следующих машины, Chevrolet Cruze и Opel Insignia, вполне могли бы пользоваться успехом у россиян. Если бы концерн GM, испугавшись падения рубля, разом подняв на 40% цены и получив обвал продаж, не вывел обе марки с отечественного рынка. Круз – всемирный седан. Хотя, скажем, китайская версия существенно отличается от американской. Его ближайшие конкуренты, например, Ford Focus и Volkswagen Jetta. Техника и начинка соответствующие. Турбированный двигатель 1.4, механика и автомат, огромный набор опций, продвинутые мультимедиа, электронные помощники, обогрев руля и сидений и так далее. Opel Insignia. Если бы не уход бренда из России, и сейчас Insignia находила бы своего покупателя. Конкурент таким моделям, как Volkswagen Passat, предложит фирменное адаптивное шасси FlexRide. Новый восьмиступенчатый автомат, опциональный полный привод с возможностью управления вектором тяги, всевозможные электронные системы, шикарную мультимедиа с огромным монитором. Официально машину покажут в марте в Женеве. Renault Megane. Цена от 64 турецких лир. Еще один автомобиль, счастливо находивший покупателя в России. У нас пока еще продают седан Fluence. Именно так в текущем поколении называется трехобъемник гольф-класса. Но вот появится ли новый седан в России, большой вопрос. Хотя машина построена именно для стран, обошающих автомобили с отдельным багажником. Здесь все как у конкурентов. Гамма-бензиновых и дизельных моторов, работающих с механикой, с вариатором и с роботом с двойным сцеплением. Производство автомобиля ожидаемо налажено в Турции. Уважаемые товарищи, если вам не понравилось, как я зачитал этот видос, вы можете поставить ему дизлайк, а также серануть в комментариях. Всем пока!